Девушки отдыхают Таких очень забавные люди Вот потребление 84 вольта 0,00 ампера Если вы думаете, что это такой глюк прибора То вот я еще повторно Подсоединю вот этот новый И потом снова повторно подсоединю Вот этот, который у меня обработанный Результаты вот этого не меняются Ну что, ребятки, пришло время Раскрывать секрет Вечного освещения Халявного Как же еще Ну, как видите, опять тот же самый реквизит присутствует Тот же пауэрбанк Тот же прибор Те же ленты Ничего не поменялось Единственное, я для примера показал Какие бывают всякие разные Измерительные Прибамбасы Которые измеряют и ток и напряжение вместе Вот это с преобразователем даже То есть сразу можно напряжение здесь Ну, разные тут есть И измерительные приборы Даже осциллографчик маленький То, что на Ардуино можно делать Самые различные приборы Значит Что, как и чего Если я успею Может какие-нибудь подключу, покажу Ну, пока мы займемся вот этим И раскроем Секрет Которого и нет, в общем-то Вот, значит, это приборчик Там кто-то чего-то наезжали Что, типа Якобы тут от аккумуляторов что-то питается Питается, конечно Только питается не лента Здесь всего 3,7 вольта Как можно запитать 12-вольтовую ленту А 3,7 вольта Вы же думаете, в конце концов Все чисто питается Вот сами приборчики Вот три приборчика Три аккумулятора Вот я вам показываю Чтобы вы убедились Что здесь нет ничего левого И мне это не нужно было Что-то левое делать Вот черный, красный провод Вот этот выключатель И вот на приборчик идет питание Его же надо питать отдельно Потому что если его питать от общей линии Он будет потреблять Соответственно, искажать нам Всякие характеристики И я сделал его специально От трех разных приборчиков И три аккумулятора Чтобы развязать полностью гальванически Они у меня полностью развязаны Все три прибора Я их могу тасовать как угодно Не боясь закоротить что-либо И вот, пожалуйста Вот это тонкие провода И вот этот тонкий проводочек Это измерительные провода Это питающие Которые мало потребляет В общем-то этот приборчик А это силовые Вот по которым идет ток Вот разъем для тока И соответственно Здесь вот подсоединение Никаких секретов Никаких здесь Хитростей Или сплетений Нету Все тут реально Как есть Так что давайте Это сразу сметем Дело все Не в этом Или как говорится Дело было не в бобине Вот мы включаем приборчик Значит вот у меня еще тут Еще есть приборчики Да Которые от разных аккумуляторов Ну этот Разрядностью поменьше Это я специально взял Чтобы разрядность побольше была А этот приборчик Он Из более дорогих И более точных Сейчас поймете Почему я его не использую Значит так Подключаю powerbank Включаем Вот у нас этих же 9 вольт Как и было И вот Вот ленты Да Еще про ленты говорили Что здесь что-то встроено Ничего здесь не встроено Ничего здесь нету Ленты как ленты Абсолютно То что тут болтается Вот эти вот Эти бумажки Ну Просто болтается Клейка основа такая Клей такой хреновый Что оно все болтается Лежат они у меня уже давно Я их еще Наверное года два назад Покупал на алиэкспрессе Вот лежат Про запас То же самое здесь Никаких тут Ничего секретов нету Никаких не перемычек Никаких и диодов Тиристоров Релюшек Ничего нету Все дело не в этом Но Как кто-то заметил Ладно сейчас позже Сперва вот включаю Опять как было То есть все как было Включаем Тот который ничего не потребляет Вот он все Светится Горит Видите Все в порядке с ним Нигде ничего Все как есть Вот идет с пауэрбанка Все Там 9 вольт показывает Тока нет Включаем опять второй И тут Ток появляется Та же лента Все Светит точно так же И как ни крути Как ни верти Все то же самое А теперь Рассказываю Как все есть на самом деле Значит как Некоторые заметили там Ну естественно у кого Глаз наметанный И Немножко голова шарит Вот посмотрите Внимательно Ленты Что здесь Что здесь Несколько разные То есть Как видите Эта лента Немножко меньше Чем вот эта Точнее Немножко А в два раза То есть Длина этой ленты В два раза меньше Чем вот этой Соответственно Ток потребления У этой ленты Два раза больше Чем у этой Понятно И теперь Смотрим Что же у нас Получается В этом Виде Значит вот Опять Включаю Вот у нас 200 А теперь Подключаем Эту ленту Параллельно И именно Вот этого Никто Из фейкадротчеров Никогда Не делают То есть Когда вам Показывают фокусы Вот этого Не делают И что мы видим Полтора раза Ток поднялся Был 200 Стал 350 И что же Такое Случилось Вот сейчас Мы с вами Разберем Что же Случилось А дело Вот в чем В принципе Понятно Эта лента Потребляет Два раза Меньше Чем вот Эта Если мы Сейчас Подключим Так как Полагается Подключить Мы Все Это Увидим Поэтому И приборчик Здесь Амперметр В режиме Амперметра Включаем Порвалась Лента Отпаялась Вот смотрите Да В общем Там 200 МА Там 380 Ладно Отключаем Эту ленту Вот когда Надо Тогда Она Подводит Нам Это Не важно Просто Я Показываю Что Есть И Теперь Самое Главное Вот Эту Якобы Халявную Ленту Подключаем Надеюсь Не порвется И Что Мы Видим Здесь 0 А Здесь 180 МА И Что Происходит На самом Деле Выходит Что Эта Ленточка Которую Мы Подключили Все Что На самом Деле Потребляет Но Здесь Не Показывает Почему Потому Потому Что Мы Пилоты Хитрые Пилоты Есть Такие Которые Любят Показывать Но Не Рассказывают Я Вам Все Показываю Подробно Поняли Да Специально Делается Что Есть Такая Проблема У Этих Вот Приборчиков Вот Этих Вот Китайских Дешевых Стоит Вот Этот Вообще Два Бакса Стоит Этот Три Бакса Стоит Разрядность Повыше И Соответственно У них Есть Своя Погрешность Они Вообще Я Как-то Уже Показывал Этот Приборчик Целом На Своих Опытах И Тогда Уже Говорил Что Вот Эти Индикаторы Использовать Можно Только Как Для Просмотра Но Не Для Измерения То Есть Вот Вы Поставили Там На Какой-то Опыт Смотреть И Присматриваете Что Там Меняется Напряжение Не Меняется Но Вы Должны Всегда Иметь Ввиду Что Прибор Показывает Не Точно А В Некоторых Случаях И Вообще Неправильно Так Вот Это Тот Случай Когда Шарлатаны Вас Дурят Обманывают Или Вводят Заблуждение Я Не Думаю Что Тот Жаргон Который Вам Это Палево Показывал С Этими Прожекторами С Светодиодами Что Он Не Знал Вот Эту Проблему А Проблема Такая Что У Этих Индикаторов До 150 200 Миллиампер Они Просто Ничего Не Показывают Уже После 200 Миллиампер Начинает Показывать И Я Вам Это Сейчас Продемонстрирую Так Что Эту Халяву Мы Отбрасываем В Сторону Толку С нее С Один На 22 Ом Другой 470 И Мы Даем Нагрузку Потому Что Это Тут Особо Не Поиграешься Вот Я Даю Нагрузку И Смотрим Что Происходит Вот Я Дал 9 Вольт Сейчас Ток Малый Потому Что Реостат Сейчас Стоит В Таком Положении Что Малое Потребление И Вот Мы Крутим Который На 470 И Смотрим Вот У Здесь 0.14 А А Здесь По Нулям И И Идем Дальше Вот Я Начинаю Крутить И Вот У Нас Появилось Что Там Какой-то Ток Появился Но Здесь Уже 200 Миллиампер А Здесь Всего 0.0 Но Что То Все Так Есть И Вот Смотрим Вот Этот Порог Видите 17 18 19 Вот И Вот Пошло Где-то 0.2 Ампера И Приборчик Начал Реагировать На Ток То есть Там Стоит Чип Который Все Эти Дела Обрабатывают Напряжение Ток Замеры Но Но Он Имеет Начальный Порог И Вот Этот Порог Очень Сильно Подводит Вот Когда Вы Замеряете Он Предназначен До 10 Ампер Поэтому Когда Вы Мерите Токи Там От 1 До 10 Ампер То Его Вполне Достаточно Он Нормально Показывает Там Плюс Минус Погрешность В Пределах Его Данных Но На Начальном И Вот Смотрите 250 Сколько Здесь Вот Уже 100 Милиампер Сейчас Мы Тут Чтобы Было Точнее Этим Реостатом Будет Крутить 250 0 0 56 Так Сейчас Я Перехожу На Этот Реостат 0 4 0 25 0 5 0 35 И Уже Где-то На Пол Амперах Ток Выравнивается Ну Вот Уже 0 8 0 7 Вот Он Все Ближе Ближе И Когда Уже Где-то Около Ампера Но У 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 Больше Ампера Факт То Что Где-то После Пол Ампера Ампер Этот Прибор Начинает Показывать Более Менее Правильно Ток Напряжение Он Показывает Обычно Нормально Да Там Есть Подстроечники Внутри Как На Напряжение Так И На Ток Но Как Бы Не Крутили Вы Все Рано Например Вы На Строите На 5 Вольт И Там Например На 1 А Он Будет Вроде Показывать Точно Но Когда Вы Начнете Крутить Или Напряжение Или Ток У Вас Или В ту Или Другую Сторон Начинает Возрастать Погрешность И Вот При 200 300 Миллиамперах А Даже И 500 Пол Ампер Он Показывает Неправильно То То Поэтому Я Говорю Что Вот Эти Вот Приборы Вот Такого Типа Двухдолларовые Они Не годятся Для точных Измерений Вот Как Например Этот Приборчик Они Годятся Только Для Мониторинга Вот Этот Приборчик Вот Он Стоит Так Он И Стоит Вот Этот Один Стоит Больше Чем Вот Эти Два Вот Ну У Него Поменьше Индикация Но Тут Все Даже Температура И Мощность Замеряет И Все Остальное То Довольно Таки Продвинутый Прибор И Тут Нет У Этого Порога То Он Все Показывает Как Этот По Точности Теперь Надеюсь Понятно В чем Дело И Какая Проблема Существует С этими Приборами И О них Никто Не Знает Кроме Специалистов Те Которые Ими Занимаются А Вот Такие Вот Приходят Вот К Этим Уродом Которые Вам Эти Мозги Пудрят И Зная Что Так Можно Такие Фокусы Показывают Вам Закрашиваетесь Начинаете У себя Это Закупать Прожектора А потом Начинаете Там И Вода И Типа Вот А что У меня Почему У меня Не Светится Потому И Не Светится Потому Что Вы Не Видите Что У Вас На Сом Деле Показано Вот К примеру Этот Приборчик Вот У меня Немножко Еще Времени Есть Я Все Думаю Еще Ладно Покажем С Блока Питанием Чтоб Побольше Мощность Вот Прибор И Тоже Смотрим Так Убираем Вот 06 Ну 066 60 Что Прыгает Здесь 06 Это Я Повышаю Тут Понижаю И Вот Более Менее На Тока Каких Он Показывал Нормально А Сейчас Смотрим Что Происходит Вот Видно Вот Там 016 А Здесь 025 08 018 Видите На малых Токах Но Правда Это Мощный Очень Прибор Типа На 150 Ампер Ну По Крайней 50 Ампер Можно Мерить Ну Вот Я Показываю 05 036 Но Когда Мы Повышаем Ток Вот Уже Где-то На 1 2 Ампера Вот 1 1 2 Вот Получается После Ампера Он уже Более-менее Адекватно Показывает А то Этого Погрешность Большая Ну В одних Приборах В одну Сторону В других Другую Мог Мог бы Показать И на Этих Приборах Тоже Такие Погрешности Именно На Малых Токах Так что Не советую Верить Этим Уродам Которые Вам Просто Запудривают Мозг Нравится Обманывать Людей Они От этого Несравненное Удовольствие Получают Видать Ну А некоторым Даже Удается И бабки Заработать На этом Так что Смотрите Дальше Проскакал По городу Олень Рыжим лесом Пущенной Стрелой Это видео Специально Сделал Для оленей Ну или Ишь Называют Троллями Среди Моих Подписчиков Есть Несколько Таких Очень Забавные Люди На 5 штук Там 40 вольт Надо постоянного Тока И Я уверен Что тоже Будет Нулевое Потребление Поэтому Надо Купить Новые Матрицы Прогнать Их По моей Схеме Вот этой Которой Я Про Экспериментировал Затем Собрать Гриллианты На 220 вольт Посчитать Сколько Надо Штук И все Освещения У вас Дома Бесплатные При этом Вполне Законно Вы Ничего Не нарушаете То есть Имеется Свет А вы За него Не платите Я вам Показал Банальный Пример Развода На вашем Невежестве Вот Это Интернет Гнида Уже Более Семи Лет Паразитирует На интернет Просторах И Парит Мозги Хомиком Вот Ребятки Как Это Все Называть По Другому Меня Все Ругает Что Я Грубо Отношусь К Подобным Существам А Как Вы Относитесь В реале К Выродкам Которые Вам Нагло В глаза Врут И Суют Поднос Некий Дерибас И Расхваливают Как Нечто Ценейшее И Гениальное Отчего Вы Станете Счастливы Навек И Ни В чем Не Будете Нуждаться Я Всегда Все Называл Своими Именами И Никогда К Мошеннику Я Не Буду Относиться Как К Уже В то Время Он Потерял Совесть Когда Втирал Вам Про Тысячу Процентов И Рай Земной Это Уже Прожженная Ферюга Который Просто По-другому Не Видит Своего Существования Как Реально Паразитировать На Ваших Мозгах Вы Живедетесь Поэтому Он И Ему Подобные На Вас Паразитируют И Самое Ужасное Что Вам Это Нарается Вы Подсаживаетесь На Этих Опущенных Сказочников Поглощая Дерьмо Тонами Но Под Зомбированием Считаете Что Это Божественный Нектар Опускаясь На Самое Дно Эйфории Вы Как Наркоши Торчки Тащитесь От Откровенного Обмана Еще Возмущаетесь Когда Вам Пытаются Открыть Глаза Я Могу Под Каждым Его Фейком Расписать Где И Как Он Вас Парил Аферист Нарек Себя Академиком Создал Сайт Наполнив Его Фейковыми Разработками И Тупо Кормится По дешевке Воздух Да Еще Ничтожество Глумится Над вами И Ржет Голосину Он Же Болен Как И Большинство Интернет Мошенников Но Вы Же Даете Им Возможность Существовать И Вас Обманывать Вы Сами Кормите Их Задумаетесь Уже Наконец Ладно Всем Пока